Здравствуйте, дорогие мои юные друзья! Я надеюсь, что в этот час вы уже собрались у телевизионных экранов и готовы послушать продолжение сказки «Щелкунчик и мышиный король». Если это так, то я начинаю читать. Дроссельмейр быстро подсел к кровати и сказал «Не сердись, что я не выцарапал мышиному королю все четырнадцать глаз сразу. Этого нельзя было сделать, а зато я тебя сейчас порадую». С этими словами старший советник суда полез в карман и осторожно вытащил оттуда щелкунчика, которому он очень искусно вставил выпавшие зубки и вправил больную челюсть. Мари вскрикнула от радости, а мать сказала, улыбаясь. «Вот видишь, как заботится крестный о твоем щелкунчике!» «А все-таки сознайся, Мари!» Перебил крестный госпожу Штальбаум. «Ведь щелкунчик не очень складный и не привожь с собой. Если тебе хочется послушать, я охотно расскажу, как такое уродство появилось в его семье и стало там наследственным. А может быть, ты уже знаешь сказку о принцессе Перлипад, ведьме Мушильде и искусном часовщике?» «Послушай, как крестный!» Вмешался в разговор фриц. «Что верно, то верно! Ты отлично вставил зубы щелкунчику, и челюсть тоже у него не шатается. Но почему у него нет сабли? Почему ты не повязал ему саблю?» «Ну ты неугомонный!» – проворчал старший советник суда. «Никак на тебя не угодишь! Сабля щелкунчика меня не касается. Я вылечил его, а саблю пусть он сам себе раздобывает где хочет!» «Правильно!» – воскликнул фриц. «Если он храбрый малый, то раздобудет себе оружие!» «Итак, Мари!» – продолжал крестный. «Скажи, знаешь ли ты сказку о принцессе Перлипад?» «Ах, нет!» – ответила Мари. «Расскажи, милый крестный, расскажи!» «Надеюсь, дорогой господин Друссельмеер, сказала мама, что на этот раз вы расскажете не такую страшную сказку, как обычно». «Ну, конечно, дорогая госпожа Штальбаум!» – ответил Друссельмеер. «Напротив, то, что я буду иметь честь изложить вам, очень занятно!» «Ах, расскажи, расскажи, милый крестный!» – закричали дети. И старший советник суда начал так. Сказка о твердом орехе Мать Перлипад была супругой короля, а значит, королевой. А Перлипад, как родилась, так в тот же миг и стала прирожденной принцессой. Король налюбоваться не мог на почевавшую в колыбельке красавицу-дочурку. Он громко радовался, танцевал, прыгал на одной ножке и то и дело кричал. «Хейза! Видел ли кто-нибудь девочку прекраснее моей Перлипадхен?» И все министры, генералы, советники и штаб-офицеры прыгали на одной ножке, как их отец и повелитель и хором громко отвечали. «Нет, никто не видел!» Да, по правде говоря, и нельзя было отрицать, что с тех пор, как стоит мир, не появлялась еще на свет младенца прекраснее принцессы Перлипад. Личико у нее было словно соткано из лилейно-белого и нежно-розового шелка. Глазки – живая, сияющая лазурь, а особенно украшали ее волосики, вившиеся золотыми колечками. При этом Перлипадхен родилась с двумя рядами беленьких, как жемчуг, зубок, которыми она два часа спустя после рождения впилась в палец рейхсканцлера, когда он пожелал поближе исследовать черты ее лица. Тогда восхищенный народ уверился в том, что в очаровательном ангельском тельце принцессы Перлипад обитают и душа, и ум, и чувства. Все были в восторге. Одна королева неизвестно почему тревожилась и беспокоилась. Особенно странно было, что она приказала неусыпно стеречь колыбельку Перлипад. Мало того, что у дверей стояли драбанты, было отдано распоряжение, чтобы в детской, кроме двух нянюшек, постоянно сидевших у самой колыбельки, еженочно дежурило еще шесть нянек. И что казалось совсем нелепым, и чего никто не мог понять, каждой няньке приказано было держать на коленях кота и всю ночь гладить его, чтобы он не переставая мурлыкал. Ну, а зачем мать принцессы Перлипад принимала все эти меры предосторожности, вы, мои милые детки, узнаете завтра. А сейчас пора готовиться ко сну, но прежде посмотреть мультик. До свидания, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok